Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Суть его заключается в том, что девушка, автор вопроса, живёт с ощущением такого стресса. Из-за того, что её молодой человек очень сильно привязан к своей двоюродной сестре, которая потеряла мужу. Автор вопроса с молодым человеком находится на расстоянии, вместе они не живут. Молодой человек живёт как бы у своей сестры сейчас. И всё время, в общем-то, говорит о ней. То есть всё время говорит о ней, всё время говорит про неё. И как бы много времени и внимания уделяет именно ей, её проблемам, её каким-то аспектам помощи следит и помогает её детям и так далее. Что спрашивает автор вопроса? Являются ли нормой такие отношения, где молодой человек так много уделяет внимание сестре и, по сути, ставит её на первое место в своей жизни? Или это она, автор вопроса, такой вот чёртвый, ревнивый человек? Понимаете, в чём штука? Это грань между нормой и патологией, да, достаточно размытой, на мой взгляд, скромной. Поэтому говорить вот так вот однозначно, что ваш молодой человек находится в патологии, да, на мой взгляд, преждевременно. Разно как и говорить о том, что это норма, тоже преждевременно. Потому что совершенно очевидно, что сестра вашего молодого человека проецирует на него то, что она, в общем-то, хочет получить от мужчины. Да, то есть вот ваш молодой человек заменяет ей в какой-то степени мужа. И это не есть хорошо для сестры, потому что она не сможет таким образом жить дальше, она не сможет таким образом развиваться. она не сможет таким образом как-то вот пройти этот этап, да, то есть отпустить своего мужа, вот, и жить как-то вот дальше, то есть идти вперёд, строить новые отношения. Скорее всего, как мне кажется, да, этого сделать она не сможет, потому что, ну, как бы вот, на мой взгляд, это нереально. В данном случае. То есть если вот мы как-то говорим о том, о том, на пользу ли идёт то, что делает сестра, и то, что делает молодой человек ваш, то нет, это идёт на пользу. Но если людей всё устраивает, если людям нравится жить так, как они живут, то сделать вы, на мой взгляд, ничего здесь не можете. Самый старый. Люди вправе жить так, как они хотят. Люди вправе жить так, как им нравится. Это нормально. Ну, то есть абсолютно нормальная история, когда люди живут так, как они хотят жить. Вот. В данном случае я думаю, что основным аспектом проблематики является то, как вы, именно вы, реагируете на ситуацию в целом. Вот это, наверное, является, в данном случае, основной проблемой. То есть вам тяжело, и вы ссоритесь со своим молодым человеком. Из-за этого. Это, наверное, является ключевой проблемой. Почему? Ну, потому что в норме, в норме. А если вас что-то не устраивает, вы просто говорите, что для меня это неприемлемо, и в отношении, как бы, либо выходите, да, либо отдаляетесь от человека. Или такое ощущение, что вы принимаете это на свой счет. Такое ощущение у меня, по крайней мере. Ну, такое ощущение у меня возникает, что вы это принимаете на свой счет. И вот это, то, что вы принимаете на свой счет, является не очень хорошо, не очень хорошей историей. Потому что, если вы принимаете это на свой счет, то, на мой взгляд, это вскрывает, ну, это вскрывает, как бы, уже ваши собственные трудности. Ваши неуверенности в себе и ваши, например, размытые личные границы. Да? Когда вам, например, что-то не нравится, а вы, ну, допустим, как бы, принимаете это. Да? Вот. Ну, то есть, что значит, что значит, принимаете это. Имеется в виду, что он… позволяете этому быть… вот так я бы сказал. То есть, вас, там, условно говоря, что-то не устраивает. Вот. А вы, как бы, пытаетесь, да, молодого человека переделать. Вместо того, чтобы, там, условно говоря, взять ответственность за… вот… то, что происходит. с вами, да, на себя. Ну, то есть, это… Абсолютно нормально. Это, ну, абсолютное, как бы, поведение взрослого человека. Вы, в данном случае, так не поступаете. Да? И… реагируете… как мне кажется, на это достаточно болезнь. Вот. Вот у того, каким образом, да, и почему вы так реагируете, есть свои причины. Это факт. И с этими причинами нужно разбираться, это тоже факт. Возможно, разобравшись с этими причинами, да, вам было бы легче эту ситуацию воспринимать. И, может быть, вы бы не сорок раз. Вот. Если же по вашим, скажем так, ценностям это неприемлемо, то молодому человеку нужно об этом донести. То для вас неприемлемо то, что происходит, что вы сомневаетесь в его, там, в его способности построить адекватные отношения с вами. И поэтому из отношений вы с ним выходите. Вот. Это поведение взрослого человека. Поскольку молодой человек в этом, как бы, никаких проблем, да, не видит. Вот. И естественно, что насильно его не заставляешь. Ну, как бы, видеть проблему там, где он её не видит. Вот. Вы понимаете? И, в свою очередь, уже этот аспект может стать толчком к тому, чтобы, ну, мужчина начал что-то менять. Вот. Понимаете, да? Вот. Такой, наверное, ответ. То есть, постарайтесь отделить, какая здесь ваша проблема замешима. Да? Какая проблема здесь у вас может быть. И отделить это от ваших ценностей, от ваших приоритетов. Да? Это очень важно. Вот. Очень... ценным для того, чтобы вы могли двигаться вперёд. Вот. Вот. Понимаете, да? Какая штука. А не так, что вот вы просто мечетесь, да, от позиции, что он... Либо я плохая, да, либо он. Понимаете, какая штука. Такой аспект. На мой... Ну, на мой... По крайней мере, взгляд. Да? Так бы я вам ответил сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и так далее. Самым идеальным вариантом в этой ситуации было бы обращение вас вместе с... Ну, вместе с мужчиной. Вот. На консультацию, вот, и проговаривание, проговаривание данной проблематики. То есть, чтобы вы это проговаривали. Чтобы вы это проговорили, чтобы вы это выразили. Вот. Ну, как бы... Чтобы вам было понятнее, что чувствует, там, условно говоря, другой человек. Да. Вот. Может быть, я попозже могло бы послужить хорошим стимулом для движения вперёд. Вот. Понимаете? Понимаете? Вам какая штука. А вам нужно позамечать, что именно вы проживаете и что именно вы переживаете, когда вот это всё происходит. Ну, я имею в виду вот эту ситуацию, да. То есть, ревность это не от ценности. Вот. Ревность это не от какой-то уверенности в себе, да. Ну, по сути, проявление страхов и проявление вот собственных противоречий. Это не значит, что это плохо. Это значит, что на это нужно обратить внимание. Только и всего. Поэтому, ну, просто вот, как бы... Хочется обратить на это ваше внимание. Что ещё добавить? Вот. Эм... Разобраться вам можно помочь, потому что ситуация неоднозначная. Но лучше всего это делать в диалоге, а не в ответе, да. Чтобы лучше понять вас, ваши чувства, ваше переживание. Вот. Да. Вы говорите, я понимаю, что не вынесу этого. Вот что вы вкладываете в это, в то, что вы не вынесете этого. Что вы в это вкладываете, я хотел бы понять. Да. То есть, я просто хотел бы вот увидеть, хотел бы понять, что именно вы не вынесете, ну, как бы, да. То есть, всего именно вы не вынесете. Вот. Конкретно. Хотел бы понять этот аспект. На мой взгляд, это очень важно. Ну, вот когда вы говорите, да, что не вынесете, чего не вынесете. Вот. Дальше. У вас, вы пишете, в семье все обособлены. Опять же, обособленность может быть разной. Обособленность может быть из-за обиды какой-то. Обособленность может быть из-за, ну, быть из, там, не знаю, ценностей каких-то, да. Ну, просто ценностей. И обособленность может быть из-за, ну, страха, стыда, неловкости и так далее. И если вы, например, не общаетесь с своими родными, ну, это не значит, что молодой человек должен делать так же. Я думаю, что вы это понимаете. Ну, надеюсь, да, по крайней мере, что понимаете. И, соответственно, нужно понимать, что ценности у всех разные. Вот. Если вот, ну, как бы, у вашего молодого человека такие ценности, а у вас такие, то нужно как-то их примерять. Искать, искать компромиссы. И лучше всего это сделать на совместной консультации, если вы хотите сохранить отношения. Вот. А именно если вы хотите сохранить отношения, то нужно понять, например, то, как вы общаетесь. Да? Вот. Ну, вот просто, в целом, как вы общаетесь. Сладым человеком, как вы взаимодействуете с ним, как вы, ну, какие вы, там, условно говоря, используете, ну, допустим, приемы, навыки коммуникации. Да? Вот. Это довольно важно. Как мне кажется. И что важнее, можно это все подкорректировать. Вот. Ну, то есть, вот, при желании, да, помочь вам это подкорректировать и при желании можно помочь вам наладить, вот, скажем так, общение, ну, именно ваше общение на более таком вот. Ну, на более качественном уровне, я бы так это сказал, по крайней мере. Вот. Потому что сейчас ваше общение, мягко говоря, хромат. Вот. Это, ну, ни в коем случае не обвинение вас в чем-то, вот, но это повод для того, чтобы вот как-то задуматься о психотерапии. Вот. Своей психотерапии и, ну, в паре. То есть, я имею в виду, вот, уметь с молодым человеком. Вот. Потому что если вы хотите, вот, выстраивать отношения с своим, ну, мужчиной, да, вот, то эти отношения нужно выстраивать качественно. Чтобы и вам было комфортно, и ему. Чтобы вам было хорошо, и ему. Вот. А до этого нужно иметь разговаривать и учиться слышать друг друга. Вот. Если этого не делать, то, вот, ну, будут, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И в итоге ничего хорошего не будет. Надеюсь, что вам это плюс-минус понятно и очевидно. Я надеюсь, что он достаточно подробно раскрыл эту тему. Почему я уклоняюсь от прямого ответа? Потому что, как мне кажется, прямой ответ был бы некорректным в данном случае. Слишком много фактов, слишком много данных и природа ваших чувств не совсем не шла. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!